Всем привет! Сегодня 10 апреля, Московская область. Я готовлю рассаду к переезду в теплицу. Съемка темновата, потому что свет выключили еще и на улице. Пасмурно, с утра идет дождь. Это хорошо для переезда рассады. Спустила уже со стеллажей перцы, но это, конечно, еще не все. Томаты. Тоже они хорошо выглядят. Так и просится в теплицу, потому что света маловато. Хоть и есть у меня лампы бикалорные, все равно свет нужен такой еще. Также переедут еще и баклажаны. У меня еще, смотрите, сколько здесь рассады стоит. Начну пока с этой. Потихоньку сложила все пакеты рассадные в ящики и буду выносить. Как уже обустроила место в теплице, я покажу, когда все вынесу. Сделаю. Такие помидоры уже хорошенькие. Я вижу, что они чуть-чуть начинают подвытягиваться, поэтому надо обязательно их уже выносить. Рассада прямо просится в теплицу. Сейчас у нас нету минусовых температур ночных. Ну и, конечно, дневных. Ночью до плюс трех, до плюс пяти. Днем, конечно, повыше и до 12 градусов. Конечно, все буду укрывать на ночь. Ну что, поехали. Всем привет. А сегодня уже 12 апреля. Я даже забыла, что начала снимать видео, как рассада переезжает в теплицу. Очень много дел. Ну, две ночи уже перезимовала здесь рассада. Как раз покажу, как она сейчас выглядит. Большую часть рассады я уже вынесла. Но еще три стеллажа у меня осталось в доме. Там растение, оно совсем маленькое. Поэтому оставила пока потеплее. Через недельку все остальное уже полностью вынесу. Итак, вынесла все аквилегии. Это смесь винки. Выглядит тоже отлично. Перед тем, как выносить всю рассаду, я накануне ее хорошо пролила в доме. И на следующий день уже стала выносить. Это аквилегия тоже черная. Хорошо. Но это цветок такой, он холодоустойчивый. Также вынесла... Это у меня гвоздика китайская смесь. Тоже, мне кажется, она стала лучше выглядеть. Посмотрите. Такая крепенькая стала, как мне кажется. Так, баклажаны все вынесла. Тоже отлично. Они у меня две ночи прожили. Вот. Перцы тоже практически все вынесла. Осталось немножко еще на стеллажах у меня. Хорошо. Томаты. Вот они все. Это томаты для теплицы. Это томаты для открытого грунта. Вот. Четыре штуки у меня крупных. Это для мягких контейнеров. Буду выращивать в открытом грунте. А это все уже высокорослые для теплицы. Тоже все с ними хорошо. Бодренькие стоят. Вот вроде бы кажется иногда, что мне мало томатов. Но на самом деле здесь больше 70 кустов. Точное число я не считаю никогда, сколько рассады высаживаю. Ну, чуть больше 70 здесь точно. Значит, всю рассаду поместила я на грядку, которая здесь посередине. Под мешками у меня я заложила пеноплекс. Это я увидела у Ирины на канале Дненник Лайф. Она тоже на грядку положила пеноплекс и выставила всю свою рассаду. Ну, так как у меня листы тоже были, поэтому я решила попробовать, чтобы холод не шел от земли. Все здорово. Это материал теплый. Поэтому тоже попробовала. Мне понравилось. Так. Что еще вынесла? Сейчас покажу. Здесь у меня бочку. Я затащила 200-литровую. Уже, видите, набираю воду. Это вода дождевая, так как у нас уже, наверное, дни или три или четыре идут дожди. Нескончаемо. Вот сегодня первый день, когда нет дождя. Вынесла также астру альпийскую. Хорошо она у меня выглядит. Также вынесла эта овсяница. Прекрасно. Ну, это все такие, знаете, холодостойкие культуры. Здесь кроме баклажан и персов. А так все остальное хорошо. Здесь на штамбе фукси. Тоже все три штуки вынесла. Тоже хорошо прохладу держит. Так. Так, что у меня вообще... Как я отапливаюсь, хочу вам показать. Это теплица стеклянная. Здесь нет ни щелей, ничего. Она полностью герметичная. На 100% светопроницаемая. Здесь света очень хватает всем растениям. Обогрев я поставила вот такой. Обогреватель балу. Выставила на 15 градусов. И набирает 15 градусов, выключается. Набирает, выключается. Я хотела в этом году приобрести инфракрасный обогреватель. Но в связи с обстановкой, в общем, не до этого. Не до этой покупки. Поэтому это тоже хороший обогреватель. Замечательно. Сейчас он выключен. Потому что в теплице больше 15 градусов. Сейчас я вам покажу. Это при том, что я сюда хожу-выхожу. Ну, 22, там, 23. Ну, это только у нас сейчас 10 утра. И вот такая температура уже. Солнца нету. Что самое хорошо. Вот эти два дня, которые находятся здесь рассада. Они пасмурные, дождливые. Поэтому отлично. Самое сейчас для рассады такой нежной опасно. Не как прохлада, да, похолодание. А как солнце. Потому что моментально выжигает листья у такой нежной рассады. Поэтому хорошо, что я начала выносить именно в эти пасмурные дни. Она у меня постоит, окрепнется, закалится. А когда уже солнышко будет яркое, я, конечно, легким укровным буду прикрывать. Номер 17. Как я делаю это каждый год. Потому что солнце очень сильно обжигает листья. У нижних. Особенно у баклажан. Листовая пластинка большая. Листики прям нежные-нежные после квартирных условий. После домашних. Поэтому здорово, что сейчас нет солнца. Даже через укровной, через номер 17 у меня даже через него обжигали листья. На ночь. Что я делала? Вбила вот такие колья. И накрываю укровным материалом. Вот таким. Это 60-ка в один слой. Это сверху. И накрываю еще там укровной, так он более теплый. В общем, два слоя делаю. Сначала тепленьким закрываю сверху. Он просто не длинный, там вот до сюда идет. А потом вторым слоем это спонбунт номер 60. В один слой. Закрываю. И все отлично. Дверь у меня тоже здесь, видите, прикрыта. Щелей нету. Но все равно это дверь. Какие-то микрощели все равно в двери есть, правильно? Поэтому я занавесила тоже укрытым материалом, чтобы не поддувало. Вот так у меня рассада в теплице живет. Я думаю, что все отлично. Все здорово. И через недельку я сюда уже все цветы вынесу. Там как колобелия, колокольчик. Потому что растенец очень маленький еще, нежный. Я не стала сюда их выносить. Пускай пока побудут, порастут. Еще я сегодня сейчас пришла, чтобы посеять в плошку. Это на рассаду капусту. Келатон. Это уже для хранения, для квашения. Нравится. Каждый год высеваю. Потом на второй оборот цветная капуста. White Axel. Здесь, по-моему, 20 семян. Все буду высевать. Два оборота буду в этом году делать. И бархатцы тоже в плошку посею. Немножко. Вот эти бархатцы я просто рассыплю по земле. Потому что в прошлом году ни одно семя вот такого сорта не взошло. Поэтому просто разбросаю по земле. А вот эти хочу посеять. Понемногу я бархатцев много не высаживаю. Это только в зоне огородной с подсолнухами. В этом году хочу посеять. Еще что я сделала в первый день, когда я вынесла, я побрызгала, растворила здесь в воде и пин по инструкции, чтобы снять стресс. Все-таки после дома, после ламп, тепличные такие условия были супер в доме. И чтобы снять стресс с рассадой, я побрызгала пином. Один раз. Вот в первый день, когда вынесла. Все, больше ничего не делаю. Я сейчас не поливаю, потому что накануне я уже сказала, что полила очень-очень хорошо рассаду. Так как сейчас прохладно и пасмурно, а земля не пересыхает. Вот как полила я, считай, три дня назад. Два дня как вынесла и один день накануне. И вот до сих пор земля влажная. Поэтому полив сейчас особо и не нужен. Ну и я таскаю воду сюда, дождевую, для дальнейших поливов. Дождевая вода, я считаю, что хорошо влияет на растения. Ну вот, в принципе, все. Я сейчас буду сеять капусты, цветы. А я вам желаю всего самого хорошего. Подписывайтесь на канал. Если закроют YouTube, приходите ко мне в Дзен. Буду рада вас видеть. Всем пока!